Моя имя свин, плей коре, плей сенсире, кей ил айн алия, аму вин. Знанием английского, французского или итальянского сейчас никого не удивить. А вот стихотворения Пушкина на этом языке могут прочесть немногие. Ирина Гончарова, одна из тех, кто владеет эсперанто, посвятила его изучению всю свою жизнь. В 15 лет я поехала на первый свой эсперанто-слёт с мамой, которая тогда знала язык лучше меня. И всё, я пропала. То есть я влюбилась на всю жизнь. А привила ей любовь к эсперанто-бабушке. Она была одной из первых интеллектуалов, которые разделили взгляды Людвига Замингофа. Он мечтал создать язык, на котором могли бы говорить люди разных наций. Общий, универсальный. 26 июля 1887 года, ровно 137 лет назад, вышел первый учебник. Грамматика всего на трёх страницах. Всё остальное – образцы текстов. Причём первая страница занята крупными буквами алфавита. То есть эти 16 правил, они размещаются на двух страницах убористым почерком. Своей простотой язык объединил тысячи последователей из разных стран. Вот и Ирина окунулась в международные встречи, слёты, костры. Правда, до распада Советского Союза ездила в основном по родной стране. Зато в 90-е увидела Европу и Азию. Русских там считали знатоками. Иностранные граждане используют язык по назначению. А назначение эсперанто – это язык международного общения. Соответственно, они дожидались иностранца, чтобы с ним поговорить на эсперанто. А нам этого ничего такого не светило. Мы никуда не собирались уезжать. Кроме большой счастья, я узнала свою страну. Понять несложно. Главное – уметь соединять морфемы, говорит Ирина. Несмотря на заявленную простоту языка, отличить русского от бразильца и англичанина тоже просто – выдает акцент. У англичан картошка горячая во рту англоговорящая – всё это присутствует. Китайцев иногда невозможно понять, если они не очень стараются и специально этим не занимаются. У бразильцев по интонации, у них восходящая интонация совершенно очаровательная. Он тлеет, но не гаснет. Так отвечает Ирина на вопрос, есть ли будущее у искусственно созданного языка. Своё увлечение оставлять не планируют. Хочет передавать знания подрастающему поколению. Я, например, вяжу свою миссию именно в том, чтобы это никуда не делось. То есть, чтобы вот этот факел передавать из рук в руки тем, кто может дальше этот огонь нести. Подобно дотракийскому из «Игры престолов», язык эсперанто тоже искусственный. Однако разговаривают на нём далеко не в фильмах. Сейчас по всему миру 2 миллиона людей, для которых этот язык – привычный способ общения. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова